Здравствуйте! Чтобы чувствовать себя царем, не только подходя к проруби, но важнее, когда вы выйдете из нее, рекомендую использовать полезные советы моржа со стажем первого погружения с 42 года. Итак, что вы должны сделать прямо сегодня, вне зависимости, сколько дней осталось до крещения или до вашего желания окунуться в проруби в холодный период года? Вам нужно сделать сразу три полезных действия. Действие первое. Вам нужно увеличить количество белковой пищи в своем рационе не менее чем до 1,2 грамма на килограмм веса. Иными словами, если у вас вес 60 килограмм, 72 грамма белка вы должны съесть регулярно. И вне зависимости от того, какая система питания у вас есть. Будет это мясо, рыба, птица, яйца, молочные продукты, орехи, семена, бобовые. Это, как говорится, ваш выбор, но это и ваша безопасность во время купания. Если у вас вздутие живота, конечно, вам нужна консультация диетолога, либо гастроэнтеролога, либо семейного доктора, чтобы помочь вам переваривать эту пищу. Второе движение. Вы должны каждый день правильно делать контрастный душ. Иными словами, горячая вода 38-39, 2-3 минуты по вашим ощущениям, добавляете холодную воду до летней, 20-22 градусов, 20-30 секунд максимум. И вновь убрали холодную воду, вновь у вас горячая. 2-3 цикла холодная и горячая вода подготовят ваш гипоталамус и вашу сердечно-сосудистую систему к встрече с холодной водой. Третье движение. Вы должны исключить стресс эмоциональный. Стресс ощутим на расстоянии 2 недели. Жесткий стресс. Но острые, самые опасные периоды адаптации это 7 дней и 3-4 дня. Иными словами, если вы смотрите сегодня это видео, у вас еще целых 10 дней до купания в проруби. Соответственно, времени у вас вагон. Если вы не можете справиться со стрессом самостоятельно, у вас просто плохо работает печень и не может обеспечить работу вашего мозга, могу дать консультацию, отправить вас на консультацию психолога. Что нужно сделать за 4 дня? Нужно исключить все жесткие тепловые нагрузки. Иными словами, баня, сауна в любом варианте исключаются, особенно у тех, у кого плохо работает печень. Иными словами, есть история с гепатитом, с жировым гепатозом, с театогепатитом. Печень восстанавливает хорошую вязкость крови после тепловой нагрузки у здорового человека 1-2 дня. А при ослабленной работе, при перечисленных заболеваниях, трое-четверо суток нужно для этого, для того, чтобы восстановить вашу кровь. Что сделать за 2 дня до купания? Нужно исключить 3 действия на букву С. Иными словами, спорт, секс и спирт должны быть исключены из вашего рациона, особенно в экстремальных вариантах. Каждое из этих действий увеличивает вязкость крови и в полынье вы можете нырнуть, но живым можете не вынырнуть. Поэтому эти действия очень важно совершить. День накануне вы должны выполнить одну известную рекомендацию. Нельзя есть после 18 часов. Но мясо, рыбу, птицу, яйца, молочные продукты, а также орехи, семена, бобовые. Их нужно полностью исключить из вашего рациона. Но есть после 18 часов можно и нужно. В вашем рационе остается овощной рагу, овощной суп, может быть правильно приготовлен постный борщ. В этом случае вы подготовитесь к купанию в проруби правильно. То же самое, такое же питание у вас остается и в день купания до купания. Вы получите хороший заряд бодрости, ваше пищеварительство будет отлично работать. И вы купаться будете правильно. Что делать дальше? Для тех, кто владеет не самой здоровой привычкой, а именно курение, нужно бросить курить. Обязательно нужно бросить курить. Минимум за один час до купания. Каждое из этих действий, которые я перечислил, они очень важны. Они увеличивают вязкость крови на определенное время. А что будет у вас в проруби? А вы пошли купаться. А ваш гипоталамус увидел, что вокруг-то холодно. Заколотилось сердце, поднялось давление, увеличился минутный объем крови, нагрузка на сердце, на сосуды. И если кровь была у вас густая, то нырнуть вы можете. А выйти вы можете. Либо с срывом сердечного ритма, с любым видом аритмии. Либо с гипертоническим кризом, из-за которого может не выдержать сосуды. Инфаркт, инсульт. Очень легко заработать, если вы неправильно подготовились. Но подписчики и зрители моего канала теперь предупреждены. Соответственно, вооружены правильными знаниями. Поэтому выполняйте все то, что нужно. Если вы захотите покупаться в крещенской воде, не вопрос. Такое событие у вас может быть на Перед тем, как вступить в крещенскую воду, я советую вам пройти зеркальный тест. И посмотреть в зеркало. Если у вас есть темные круги под глазами, то, видимо, эти действия вы начали совершать слишком рано. Вам нужно было более длительное время для подготовки, чтобы вязкость крови реально снизилась. А если у вас, не дай бог, но это еще тут 50 на 50. А если, не дай бог, вы в теплых условиях приложили руку к сердцу и чувствуете, что сердце греет вашу руку, кисть у вас холодная, с точки зрения медицины у вас произошла централизация кровообращения. Мощности вашего сердца не хватает на обеспечение циркуляции в штатных условиях. Как только вы попадете в прорубь, неприятные события могут быть на. Предупрежден, вооружен, напомню. Если вы знаете, что кто-то хочет покупаться в проруби, не вопрос. Отправьте ссылочку на это видео. Своё мнение можете выразить в комментариях. По мере наличия свободного времени буду давать полезные советы, буду отвечать на эти комментарии, чтобы вы мне жили лучше и дольше. И книжка «Как не умереть от инфаркта» вам была, скажем так, теоретически важна, потому что вы смотрите видео на моем канале, вы многое уже знаете. Эта книжка написана на основании личного жизненного опыта и ошибок, критических или некритических, моих потенциальных и реальных клиентов-пациентов. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко и Школа», «Доктор Скачко и Ютуб», а также «Доктор Скачко в Инстаграм». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова